В эфире программа «Крик криминал-комментарии» в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня вы увидите. На тот свет пьяная жертва дорожной вахханалии. Криминальный аванс, бюджетные миллионы для нерадивого подрядчика. Погорела на службе. Прибавка к зарплате за счет работников. Сельская Санта-Барбара. Жестокие страсти буйных сожителей. Приключения лихача. Отвергнутый совет вежливого гаишника. На прошедшей неделе отличились участники дорожного движения, которые сначала употребили спиртное, а затем отправились в дорогу. Кто в последний путь, а кто на больничную койку. Причем жестоко пополотились не только сами, но и покалечили других. Нетрезвые нарушители спровоцировали сразу четыре аварии, в которых тяжелые травмы получили три человека. Один погиб. Репортаж Евгений Кладкевич. На окраине села Усть-Кулом пешеход был сбит дважды. Сначала его снес грузовик, а потом он попал под колеса легкового авто. ДТП произошло в час ночи 18 марта на 181-м километре трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск. Двигался он по проезжей части, по путному направлению двигался лесовоз. Лесовоз совершил наезд на данного пешехода, в результате чего данный пешеход ударился об кабину лесовоза и его отбросило на сторону, предназначенную для встречного движения. В этот момент по данной полосе со стороны города Сыктывкар в сторону села Усть-Кулом двигался автомобиль Hyundai Solaris, который совершил наезд и переехал данного пешехода. От полученных травм 30-летний мужчина скончался прямо на месте происшествия. По некоторым данным, в ту ночь сельчанин отдыхал в одном из баров райцентра. В полночь вызвал такси, но шофер отказался вести сильно опьяневшего клиента. Поэтому домой парню пришлось добираться пешком. Причем по дороге, поскольку тротуара там не было. По факту гибели в аварии молодого человека возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. На следующий день в Печорине трезвый водитель перевернул собственный автомобиль на крышу. Водитель 85-го года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Volkswagen, двигаясь по улице Железнодорожная напротив дома 59, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил наезд на снежный бруствер, справа по ходу движения транспортного средства. С последующим опрокидыванием автомашины. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир. Автомашиногражданин 83-го года рождения. По предварителям данным, его диагноз ушиб шейного отдела позвоночника. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителя, вероятно, лишат прав, а также заставят выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Нехорошие перспективы ожидают еще одного возможного любителя горячительных напитков, который спровоцировал аварию в Ижимском районе. Управляя мото-буксировщиком, двигаясь по улице Центральная, села Краснобор, Ижимского района, напротив дома 35 по улице Центральная, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил опрокидывание на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия сам водитель был госпитализирован в лечебное учреждение с черепно-мозговой травмой сотрясения головного мозга. По словам очевидцев, водитель был настолько пьян, что даже не мог самостоятельно передвигаться. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Кровь мужчины медики взяли на экспертизу. Экс-руководитель администрации Сыктывдина Олег Лаженев услышал приговор районного суда. Главу муниципалитета признали виновным в превышении должностных полномочий. По данным следствия, которое ввело оригинальное управление СКР, подрядчику строительства многоквартирного дома по улице Рабочей, в селе Вильгард, по программе переселения граждан из аварийного жилфонда, в 2015-2016 годах по указанию фигуранта был незаконно выплачен аванс без фактически выполненных работ. В 2015-2016 годах по указанию руководителя администрации Сыктывдинского района, подрядчику возведения многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилфонда в селе Вильгард, в качестве аванса при фактически невыполненных работах на объекте из местного бюджета незаконно были выделены 8,5 миллионов рублей. В дальнейшем оплата по муниципальному контракту была осуществлена без учета вот этой выданной суммы. Всего строительная компания СПБ «Главстройснап» в рамках выполнения муниципального контракта получила 41 миллион рублей, хотя фактически произвела работ только на 33. Незаконченный объект пришлось доводить до ума другой подрядной организации. Причем оплачивать их услуги пришлось за счет дополнительных средств бюджета. Когда летом 2018 года в отношении Олега Лаженя возбудили уголовное дело, его по решению суда времена отстранили от занимаемой должности. Сам он подал в отставку в ноябре того же года. Обвиняемый заявлял, что без выплаты аванса подрядчики не хотели работать. Важно, стройка бы встала. Сыктывдинский суд пришел к выводу о виновности бывшего руководителя района. Назначил ему год условного лишения свободы. Кроме этого, обязал возместить районному бюджету причиненный имущественный ущерб. Приговор еще можно обжаловать в Верховном суде Коми. Увеличилась и без зарплаты за счет нелегальных откатов от сотрудников. Каркировский суд вынес приговор бывшему начальнику управления финансов и по совместительству исполняющей обязанности первого замруководителя администрации района Надежде Данчиковой. Муниципальные служащие признали виновны при своении бюджетных средств с использованием своего служебного положения. Уголовное дело Следственный комитет возбудил по материалам Республиканского управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Оперативники выяснили, с декабря 2017 по июль 2019 года руководитель финуправления издавала незаконные приказы в отделении материальной помощи подчиненным работникам. По указанию начальницы пять человек возвращали ей часть этих выплат. Передавали наличными или переводили на карту. За полтора года нелегальная прибавка к зарплате превысила 110 тысяч рублей. Именно поэтому. А там вообще основное условие, что эти материальные помощи только с разрешения администрации района. То есть она вообще в принципе не могла ему плачать эту помощь. Не только себе. А им она объясняла, мне никто материальную помощь не платит из руководства района. Ну, вот, помогите. Лица приближенные, они как говорили, она же работает, очень хорошо работает. Больше всех нас работает, она такая хорошая. Ну, так давайте же поможем ей. Правоохранители выяснили, официальная зарплата Надежды Данщиковой составляла примерно 70 тысяч рублей в месяц. Особой нужды в деньгах чиновница не испытывала. К концу 2019 года исполняла обязанности первого заместителя руководителя муниципалитета. На следствии фигурантка свою вину отрицала. Судья показала, что отдавать ей часть под помощи было инициативой самих работников. Она никого не принуждала. При этом признала только те деньги, которые ей перевели на карту. Налички, дескать, не было. Каркировский суд признал ее виновной при своении бюджетных средств и назначил полтора года условного лишения свободы. На два с половиной года запретил занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. У нее остается право на обжалование приговора. Не довело до добра обоюдное рукоприкладство в сельском районе. Жителя Визинги Сергея Смирнова суд признал виновным в убийстве сожительницы. Инцидент случился в квартире после очередной попойки. Женщина набросилась сама с ножом, причем, как выяснилось, уже не в первый раз в жизни. О мексиканских страстях в сельской провинции. Репортаж Алексея Корчмы. Мы сидели здесь вот на диване. Женщина в столе здесь стояла. Для этой семьи, которая проживала в стандартной деревянной двухэтажке, роковой вечер 31 июля протекал вполне типично. Алкогольное застолье сожителей разделял закадычный приятель. Ближе к полуночи, когда после выпитого всех потянуло ко сну, по словам гостя, хозяева вдруг поругались. Сергей Смирнов запретил подруге ложиться вместе с ним на диване, прогонял на пол. Впрочем, нелепый конфликт, казалось, затих так же быстро, как начался. Успокойный собутыльник пошел спать в другую комнату. Тем временем обиженная на сожителя женщина ушла на кухню. Уже потом, как выяснилось, туда она пошла с конкретной целью, чтобы взять нож и расквитаться с обидчиком. Лезвие она всадила ему прямо в область сердца. Рана в области груди, причем рана была проникающая, она пробила ребра, пробила легкие, но прошла выше сердца. Поэтому, грубо говоря, он не умер. Буквально 5 сантиметров вниз и был бы летальный исход. После этого удара, как мужчина пояснил, я почувствовал удар, увидел, что стоит моя сожительница, у нее в руке нож окромавленный. И я чувствую боль в области груди. Я просверепел, вскочил, отобрал у нее нож. По какой вообще причине ударили Шубчальнину в ответ ножом? Ну, в отместку видать. То, что она меня ударила, я ее ударил. Вот вы говорите, что ударили ее не менее двух раз ножом. Дальше что происходит? Потом бросил нож. Куда бросили? На пол. Ну, куда именно? Можете пойти? Вот, вот. Мужчина был настолько пьян, что на допросе вспомнил только о двух нанесенных ударах. Хотя, по заключению эксперта, их было не менее 12. В основном в область спины и плеча. А это свидетельствует о том, что женщина пыталась убежать от нападавшего. Примечательно, что сожительница уже хваталась за нож и наносила ему аналогичный удар в область сердца. Причем было это еще в 2011 году. И тогда она также промахнулась. В первый раз мужчина ее простил, поэтому суд назначил ей лишь условное лишение свободы. При этим тихим нравом не отличался и сам Сергей Смирнов. Его трижды судили за нанесение жене телесных повреждений. Правда, все это время ему удавалось отделываться небольшими наказаниями. В этот раз Сысольский суд учел все обстоятельства уголовного дела, в том числе противоправное поведение потерпевшей, и назначил семейному дебоширу 8 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Внятное предупреждение полицейских так и не вразумило лихача. В Сыктывкаре автоинспекторы задержали очередного любителя езды в нетрезвом виде. Чтобы скрыться от ДПС, водитель Лада рисковал не только собственной жизнью, но и окружающих. Антон Булаев продолжит. В 2 часа ночи 18 марта при патрулировании в поселке Краснозатонский под Сыктывкаром внимание экипажа ДПС привлек молодой человек. Парень с шаткой походкой проследовал к своему автомобилю. Полицейские подошли к водителю и предупредили о возможных последствиях в случае, если он сядет за руль в нетрезвом виде. Рекомендовали ему вызвать такси или добираться домой пешком. Молодой человек советы проигнорировал. Нарушитель выехал на трассу и разогнал старенькую Ладу до 170 км в час. При этом водитель игнорировал дорожные знаки, светофоры и ехал по центру дороги. Пересекал сплошную линию разметки, не давая ни малейшей возможности патрульной машине себя обогнать. Вскоре к погоне подключился второй экипаж ГИБДД. Нарушитель то прибавлял газу, то резко жал на педаль тормоза. Затем лихач стал блокировать патрульную машину и даже попытался столкнуть ее с дороги. Только чудо и профессионализм автоинспектора за рулем помогли избежать аварии. После двух попыток тарана водитель неожиданно остановился. Останавливайся, стрелять буду! Останавливайся! Останавливайся, стрелять буду! Останавливайся, стрелять буду! Прещала задержали! Нарушителем оказался 24-летний сытывкарец. Молодого человека припроводили в патрульный автомобиль и предложили ему пройти тест на алкоголь. Водитель согласился. Показания прибора поразили не только полицейских, но и самого нарушителя. Как в таком состоянии парень вообще находился в сознании, да еще и управлял автомобилем, было непонятно. Данный молодой человек получил водительское удостоверение достаточно недавно, в апреле 2019 года. Стоит отметить, что в 2013 году данный молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он управлял транспортным средством, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством. За что в отношении него был составлен административный материал. За грубое нарушение правил дорожного движения инспекторы составили 10 административных протоколов. Кроме выплаты крупного денежного штрафа, лихачу рецидивисту предстоит минимум на полтора года распрощаться с водительскими правами. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа на сайте yurgan.rf. Следующий обзор криминальных событий вы увидите в понедельник. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok